В школе номер 25 завершается строительство учебного корпуса на 220 мест. Новое здание не только создаст дополнительные рабочие места, но и позволит большинству учеников, проживающим в старой станице, посещать образовательные учреждения по месту жительства. Кроме того, сократится количество обучающихся во вторую смену, а сама школа станет 11-летней. Глава Армавира Андрей Харченко проинспектировал строительную площадку и провел здесь совещание по срокам окончания работ. В настоящее время идет благоустройство во дворе школы. Строители завершают отделочные работы. В ближайшее время будут установлены межкомнатные двери. Строители трудятся в ускоренном режиме, ведь еще предстоит завести в помещение мебель учебный и спортивный инвентарь. Планируется, что уже весной ученики сядут за парты в новом здании. Во время объезда глава города также побывал в Комсомольском сквере, где в настоящий момент подходит к завершению первый этап благоустройства в рамках программы формирования комфортной городской среды. Здесь появилась разветвленная сеть пешеходных дорожек с уличными торшерами, ряд заасфальтированных площадок. В настоящий момент завозится грунт. Заключительный этап благоустройства территории будет выполнен в этом году. Марина Бартинева, Александр Жирилеев, служба новостей Армавира. Массовое хищение электроэнергии пресекли армавирские энергетики в районе Каспаровских дач. Выяснилось, что уличное освещение в товариществе мебельщик есть, а жители за него не платят. Поэтому и было принято решение его отключить. После чего на одном из интернет-ресурсов города Армавира появились сообщения от местных жителей. Они жаловались на то, что бригада НЭСК электросети обрезала уличное освещение. Объясняет отказом администрации оплачивать за потребленный ресурс. 17 января жителей пригласили на собрание. Инициатором его проведения выступил глава муниципалитета Андрей Харченко. Ведущий специалист отдела сельского хозяйства Дмитрий Мельников и главный инженер компании Армавира электросеть филиал НЭСК электросети Дмитрий Щемелев. На встрече подробно разъяснили присутствующим, что их претензии к администрации и энергосбытовой компании являются необоснованными. Отключение от линии электропередачи собственником которой является НЭСК произведено с целью пресечения хищения электроэнергии. При инвентаризации плановой было отмечено, что на опорах установлены светильники с фотореле, которые не состояли нигде на учете. Электроэнергия, запотребленная за освещение, не учитывалось, что является фактом бездоговорного потребления, фактически хищением электроэнергии. На данный момент проведены мероприятия по отключению данных светильников. Как только будет обращение от садоводческого товарищества, будут выданы технические условия на подключении к сети, где будет указано, какие мероприятия необходимо выполнить для того, чтобы можно было заключить договор на электроснабжение данных светильников. Можно предложить вариант, каждый житель, как неоднократно я уже сказал, здесь может подключить свое освещение, которое расположено у него на фасадное освещение, через свои приборы учета индивидуальные и включать, выключать по собственной необходимости. Комментарий по сложившейся ситуации жителям дал и специалист отдела сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности мэрии. Согласно действующему законодательству, заключать договор с компанией НЭСК электросети на уличное освещение должно юридическое лицо, то есть дачное или садоводческое товарищество, как это сделано в других СНТ. Но в данном случае юридическое лицо было ликвидировано, товарищество распалось, заключать договор некому. Люди пользовались электричеством, но не оплачивали за него. Администрация города в этом случае тоже не может взять на себя содержание уличного освещения, потому что это земли садоводческого товарищества, и использование средств местного бюджета на эти цели будет незаконным. Для того, чтобы решить эти вопросы по освещению всей территории СТ Мебельщик, которая входит в границы муниципального образования, то есть все-таки необходимо либо создать юридическое лицо, чтобы не решать вопросы освещения на каждой улице, а решать вопросы всего товарищества, каждого собственника земельного участка, а будущими каждого члена садоводческого участка, либо подключать фонари уличного освещения через личные приборы учета. Администрация города Армавира уже неоднократно пыталась возобновить деятельность юридического лица на территории садоводческого товарищества Мебельщик, но ни жители этого садоводства, ни собственники земельных участков не могут прийти к общему согласию и организовать юридическое лицо для решения общих проблем по благоустройству территории общего пользования, в том числе и освещения. Также, как пояснил представитель мэрии, энергетики сейчас имеют полное право обратиться в правоохранительные органы с просьбой найти тех, кто незаконно подключился, и применить в их отношении определенные санкции, в том числе и возмещение стоимости электричества, потребленного в результате незаконного подключения. Но по просьбе администрации Армавира энергетическая компания не стала прибегать к репрессивным мерам, ограничилась только отключением самовольно установленных уличных светильников. Марина Бартенева, Александр Жирилеев, служба новостей Армавира. Армавирцам напомнили о правилах содержания мест захоронений родных и близких. Так, например, высадить дерево рядом с могилой просто так нельзя. Для этого нужно получить специальное разрешение, обратившись в отдел по вопросам похоронного дела. Здесь разработан проект озеленения кладбища. Есть перечень разрешенных и запрещенных посадки растений. Кроме того, в соответствии с положением об организации содержания кладбищ на территории Армавира, установка надмогильных сооружений оград надгробия, а также навесов, осуществляется в пределах предоставленных мест захоронений. При выявлении нарушений отделом по вопросам похоронного дела направляется уведомление лицу ответственного за захоронение об устранении нарушений в соответствии с законодательством Российской Федерации в течение 15 координатных дней. Если же гражданин, ответственный за захоронение, не выполняет требования устранить нарушения, вырубка деревьев либо демонтаж конструкции все равно будут произведены. Только дело на этом не закончится. Средства, затраченные на все необходимые работы, взыщут с нарушителя уже по суду. Уважаемые армавирцы, для установки надмогильных сооружений, оград, навесов, а также озеленения, посадки деревьев на территорию кладбища, вам необходимо обратиться в отдел по вопросам похоронного дела администрации города Армавира. Находимся мы в городе Армавир, улица Майковского, 146. Номер телефона 369-39. Марина Бартинева, Александр Жирелеев, служба новости Армавира.